Меня зовут Дина Бернацкая, могу сегодня Гарри Табах, офицер военно-морских сил США в отставках, капитан первого ранга. Гарри, рада вас приветствовать. Доброе утро, Дина, доброе утро. Вы узнаете, что начать сегодняшнюю программу с поздравлением сегодня такого праздника, можно сказать, международного значения. Сегодня великий пост у евреев. И когда они отражают, вспоминают, какие трагедии были с ними. Ну, сейчас я не буду делать урок Торы, потому что я сам не очень сильно в этом во всем разбираюсь. Но это так совпало, что это сегодня с вашим днем рождения, насколько я знаю. Так что я вас поздравляю с совершеннолетием. Вам уже можно алкоголь употреблять или еще нет? Уже можно? В магазинах не продают, спрашивают паспорт. В Америке у нас у всех спрашивают. Меня спрашивают, я говорю, я так молодо выгляжу, они говорят, у нас закон у всех спрашивают. Чтобы не было дискриминации, у всех спрашивают. Поэтому я надеюсь, что вы уже еще не в возрасте, когда можно уже вам употреблять алкоголь. А потом это не очень нужно. Алкоголь в малых дозах полезен в любом количестве. Спасибо вам большое за поздравление. Американские лица в Белом доме и Пентагоне заявили, что наблюдают за усилением активности с большим интересом. Вы в Украине сейчас и вы часто посещаете линию боевых действий. Как вы оцениваете ситуацию наступления как наших вооруженных сил и оборону со стороны Российской Федерации? Знаете, Дин, надо было интереснее обсуждать ваше день рождения, как вы будете его праздновать. Потому что это реальные вещи. Это то, что они обсуждают. Нью-Йорк Таймс. Сейчас, по-моему, вышел в Германии какой-то генерал немецкий. Написал, что он очень расстроен, как идет наступление украинское. И вообще украинцы что, они идиоты. Без поддержки, без превосходства в небе. Серьезно, а вы не знали, что у украинцев нет самолета? Вы в НАТО, вы немцы же. Теперь он удивляется этому. Две-три недели. По-моему, мне это напоминает. Кто это говорил еще? Арестович, две-три недели и закончится война. Вот приходит Арестович. Теперь Нью-Йорк Таймс научился у нас у полковника Арестовича, как предсказывает, две-три недели. Они говорят о вещах, когда под Бахмутом взяли какое-то село. Потом молчат. Потом это село опять брали. Потом смутся, что русские говорят, что они взяли один и то же село восемь раз. Потом пробвинулись на один километр. Это война. Предсказать, что будет через две тысячи. Вы через час можете предсказать. Наполеон говорил, я за два часа выигрывал воины. Я выигрывал баталии за 40 минут. Все это решалось так быстро. Харьков во время Второй мировой войны, такой центр, можно сказать, брали шесть раз туда-обратно. А здесь две-три недели и мы продвинемся. Во-первых, это чепуха. Во-вторых, я не понимаю, кто такие анализы делал, какой Нью-Йорк Таймс, какой генштабы, какие всевидящие маги об этом им рассказали или что им ночью приснилось. Мне, кстати, сегодня ночью приснилось, что я попал в плен к немцам. Поэтому я не обманываюсь, серьезно, если ночью приснилось, что я попал в плен к немцам. Поэтому это обсуждать, ну, хотите, я вам расскажу что-нибудь такое интересное. Вы бываете на фронте, Гарри. Я спрашиваю, что вы видели собственными глазами, как вы оцениваете ситуацию. То, что можно, конечно же, рассказать для того, чтобы не раскрывать карты противника. Опять же, это надо понимать, что я был, я у нее только своими глазами. Ты не можешь оценивать ситуацию. Я поговорил с солдатами, еще с кем-то. Оценивать ситуацию тяжело, тяжело. Ребята устали, скрывать нечего. Ребята меня, как американцы, спрашивают, а когда мы получим то, а когда мы получим это. Например, они прослушали майора Швеца, майора Швеца, прослушали его программу, где он говорит, что в Украине уже есть F-16, и не просто F-16, а с искусственным интеллектом. На кого это рассчитано, с каким интеллектом, я не совсем понимаю. Но эти ребята, которые под огнем, которые в опасности, которые видят, как их товарищи гибнут, калечатся, они, конечно же, хватаются за любую надежду, за любое, что... Ну, все, американцы молодцы, дали нам это. И потом приходят, говорят, не дали. Говорят, вот сволочи, не дали. И вот это вот бесконечное колебание, там тяжело. Тяжело людям, тяжело старикам. Допустим, до меня это никогда не доходило, что там у стариков они не могут выспаться, потому что идет все время бараж, бомбежка. Они не могут уснуть, у них нервы уже. И я никогда, мне даже в голову это не могло прийти, что там нет воды, они не могут, они ищут воду в все время. Потому что, или, может быть, колодцы, я не понимаю, я не специалист, но я понимаю, даже из колодцев, они не пьют из своих, когда они недавно пилить. То ли, может быть, потому что она загрязнена чем-то из-за бомбежек, может быть, чем-то отравлена. Мы имеем дело с террористами, мы имеем дело с террористической страной. Поэтому, опять же, все эти выступления про кассетные бомбы, снаряды, про Ф-16, про НАТО, когда нас туда примут, когда не примут, ядерное оружие, мы должны... Ну, каждый день выскакивает что-то другое. Это все отмикающие маневры. Сейчас у нас вышло, что вот бомбят Одессу и хотят пробить, значит, чтобы корабли натовские сопровождали украинские зерна, сухозерновозы или сухогрузы, я забыл, как правильно по-русски. Сухогрузы, по-русски, правильно. Какие корабли, какие натовские корабли, сухогрузы, может быть, опять договариваться, что Пардоган, но он с ним договорился с Путином, а какой-то другой сделать. Вот Босфор и Тар-Донелло контролируются Турцией, и Ардоган никогда не пропустит никакие военные корабли через них, потому что это его власть, это то, чем он владеет, абсолютно законно, абсолютно по правилам, и он не пускает никого в Черноморский бассейн, потом там стоками им заминировано. Это я могу бесконечно говорить. Зачем этот отвлекающий нагрев? Мы говорим с вами сейчас о вот этом кусочке фронта две-три недели, где-то в Нью-Йорк Таймс, какой-то очередной идиот хайпует и напечатал что-то. А о чем нужно говорить, Гарри, простите? Нет, правильно, вы задаете, даже для вашего юного возраста, о чем нужно говорить? Нужно говорить о болезни. Мы говорим о симптомах. А нужно говорить о болезни. Это симптомы все. Особенно с террористом договариваться. Ну, мы же не договариваемся с ним, мы договоримся с Турцией, с ООН. Нет, вы все равно договоритесь с ним. Если я иду покупать машину Форд, я ее покупаю у вас, как у Гиллера, я все равно покупаю у Форда. Но это, опять же, это все отвлекающие маневры. Все, чтобы мы с вами сейчас дискутировали на эти темы. Сейчас кто-то будет другой аргумент говорить, кто-то будет просматривать. А надо говорить о болезни, о стране террористки, о которой возглавляет главный террорист. И договариваться с ними без толку. Будут корабли, там НАТО, не будут корабли, будут ходить. Продвинулся фронт на километр, взяли это маленькое поселение, какое-то небольшое. Что уже происходит в Бахмуте, уже, по-моему, год, я не знаю. У меня такое впечатление, что я там живу, в этом Бахмуте. И нет, надо лечить болезнь, надо вырезать раковую опухоль. А принимать аспирин для раковой опухоли не поможет. Поэтому мировое общество, во главе с Украиной, обязаны убрать эту опухоль, вырезать ее. Да, больно будет, да, будет химиотерапия, которая нас будет тошнить. Да, будет радиология, которая нас будет тошнить. Извините, мне просто, ну, я в медицинской семье, высказывает, для меня легче всего аналогию с этим проводить. Будет очень неприятно, пациент будет орать и кричать, что ему больно, перестаньте. Иначе рак его задушит, рано или поздно. И, наверное, рано. Поэтому надо брать скальпель и вырезать этот рак. А то, что мы отвлекаемся на разные побочные эффекты, это не поможет. Поэтому давайте дискутировать, что нам нужно сделать, чтобы перестали заниматься этой болтовней в НАТО. Вы знаете, что НАТО обозначает, да? Да. Но action, talk all. Поэтому никаких действий на болтовня расшифровывается. Поговорите, с какой этот рамштайн, 148-й рамштайн, на котором, опять же, пообещали вам, что вам опять пообещают. Пообещали пообещать. Знаете, вам говорят, приходите завтра, а вы все время приходите сегодня. И это вот бесконечно. Значит, нам надо сказать, что мы должны сделать, чтобы мир, в конце концов, проснулся. Уже и дамбу взорвали, то есть совершили преступление против человечества. Уже и дети гибнут, ракеты все летают. Здесь, перед домом, это сбивает ПВО. И мы сидим и все говорим, что нет, не надо, все хорошо, все идет, мы выиграем, вот мы уже километр продвинулись. Гарри, вам разрешено и дозволено критиковать власть Америки. Вот я читаю новость, обучение украинских летчиков на F-16 начнет в скором времени. Почему нас кормят в скором времени? Она не начнется. Секающий маневр. А где это? Кто это напечатал? Откуда это? Координатор Совета Нацбезопасности Белого дома Джон Киргин. А, он сказал скоро. А какая страна уже объявила, что она возьмет обучать летчиков? Или какая страна отдаст самолеты? Горгейки, по-моему, одна из тех. Они собрались. Она часть вот этой коалиции, которая ведет эту коалицию, но они не сказали, что там будут летчики. Вот они манипулируют этим. Они сказали, что они готовы обучать украинских летчиков для того, чтобы управлять F-16. Когда они готовы? Сколько летчиков? Где эта программа? Где документы? Кто будет это оплачивать? Это целое... Это не просто так. Они болтнули. Это вообще, они, наверное, это сказали на каком языке. На Рамштайне. На Рамштайне, когда они встречались офлайн. Вы, наверное, еще тогда не родились. Я вам напомню про Razor Blades, когда украинцы так раньше Razor Blades будут, и все, мы сметем все русские танки, они убьют все русские танки. Потом куда-то Razor Blades пропали, ни одного слова про них не идет. Потом, вы тоже еще не родились, это так давно было, что уже все забыли. сказали, что будет целый штаб Соединенные Штаты откроет, или НАТО, целый штаб, который будет заниматься только войной с Украиной, и его будет возглавлять целый генерал. Где этот штаб? Где этот генерал? И вот это вот бесконечно. Это тут каждый день будет... Выставляли картинки, как Хаймарсы уже идут, а когда я сказал, что эта картинка четыре года тому назад, и эти Хаймарсы идут в Румынию, не суда, это старая картинка. Меня забанили, меня убрали. Сколько это будет... Никто еще не сказал, кто даст вам самолеты, никакая страна не сказала. Конечно, думают, обсуждают. Никакая страна еще не сказала, что она примет летчиков и будет их обучать. Они говорят, что они готовы, они думают, но не скажут, что они уже принимают их, сколько, где. Никто не сказал. А сейчас, по большому счету, что происходит. Некоторые говорят, и это исходит... Теперь, Британия, со ссылкой на издание Forging Flies, пишет, что первые 20 украинских пилотов начнут обучение на F-16 в Британии. Уже этой осенью. Они уже отказались от этого. Причина. Зачем нам их обучать, если еще самолеты им не дали? Значит, мы сейчас их обучим, и пилотов обучить это легче всего. Это одна из самых простых вещей. А вот обучить обслуживающиеся персонала, персонала, который занимается вооружением, персонала, который занимается, чтобы это было все связано, связь, чтобы это было все в контербал, с противовоздушной обороной, чтобы свои не сбили, с сателлайт, с космическими кораблями, со спутниками, спутниками и так далее. Это огромная-огромная работа. Это не просто пилот. Поэтому Инга задает вопрос, хорошо, вы сейчас научите пилотов, потратьте миллиард долларов на это. А самолеты им никто не даст. Пустая трата времени. Теперь другие говорят, а что мы будем им давать самолеты, если у них нет обученных пилотов? Это catch 22. Фильм такой есть в Америке даже. Про Вторую мировую войну, где летчик пришел к врачу и говорит, я не могу больше летать на миссии, потому что я сумасшедший. Он говорит, конечно, ты сумасшедший, потому что нормальный человек не будет летать на такие миссии. Ты сумасшедший, поэтому ты будешь летать. Он говорит, а если я нормальный, он говорит, а если ты нормальный, тогда ты хочешь летать. А если ты хочешь летать на такие миссии, то ты ненормальный. Понимаешь? Поэтому ты все равно будешь летать. Нормальный, ненормальный. Ты не можешь из него выйти. Он говорит, ну я же ненормальный. Он говорит, конечно, ты ненормальный. А если я нормальный? А если ты нормальный, то ты летчик, ты должен лететь. А если я ненормальный? Конечно, ненормальный человек не может хотеть лететь. Такой нормальный не захотел бы лететь на смерть. Это кетчупо не то, что называется заколдованный круг. И вот сейчас они нашли выход из положения. Тут заколдованный круг получился. Зачем мы будем давать самолет, если нет обученных пилотов? Зачем мы будем обучать пилотов, если им никогда не дадут самолет? значит сначала должны они научиться плавать в дурдоме в психбольнице в бассейне и тогда мы нальем воду зачем мы будем сейчас наливать воду если они не умеют плавать мы когда научатся пустом бассейне плать тогда нальем воду это будет происходить без конца давным-давно сказал президент байден украине f16 не нужно пускал не нужны и они теперь дать мы вам дали все что вам нужно и вот давайте наступать все те которые все это поддерживали украину и говорит что да так это и есть пусть теперь идут на что пусть возьмут своих детей идут наступление поэтому конечно же это расстраивает это деморализирует солдат деморализирует войны даже у гребенщикова есть такая песня жаль подмога не пришла подкрепление не прислали нас осталось только два нас с тобою потому что ждали ждали держались держались дрались дрались осталось настолько 2 и все равно его подкрепление не пришло подмога не пришла это это классическая история военного человека и но дискуссии будет очень много медали будут давать никто не забыть не что не забыто памятники ставить будут но другим детям не своим конечно же это никуда не годится это старый трюк сожалению его использовали на украине и украинцы за это расплачивается чрезвычайно дорого надо сегодня решать проблему рака критически критическим способом как неотложную скорую помощь поэтому когда вы говорите что я имею право критиковать вы тоже имеете право это делать как журналисты имеете право это делать независимый журналисты потому что запад вам обязан дать помощь обязан потому что был такой будапештский меморандум где-то обещал сегодня будете про это говорить и молчать у нас есть поговорка в соединенных штатах вооруженных силах и морской пехоты то колесо которое скрипит колесо и смазывает тому масло достается а если ты не будешь скрипеть на тебе просто будут ездить по поводу закона о лондолизе заканчивается срок действия посол украины в сша оксана маркарова заявил о том что украинские власти работают над тем чтобы соединенные штаты продлили действия закона это возможно с юридической точки зрения конечно все возможности если хотеть это сложно будет госпожи маркарова это объяснит потому что она говорила что это не нужно зачем тогда продлевать представьте себе вы конгресс вуман или конгрессмен который сидит и говорит а зачем продлевать если если вы не пользуетесь если вы ему не требует если вы говорите что вам не нужно вы говорите что у вас все и так есть опять же американские конгрессмены Госмены, сенаторы, которые это решают, они не занимаются только Украиной. Они занимаются своими проблемами. Им нужно там дороги, строить больницы. Они отвечают перед своими избирателями. Налоги, куда деньги уходят. Такие вещи. Когда им говорят, мы подписали, закон прошел, все, до свидания. Вам что-то еще нужно? Нет, ничего не нужно. Все есть, все, спасибо. А что вот эти придурки стоят перед Белым домом по воскресеньям и бунтуют, тут здесь что-то требуют. Да, вы их не слушайте. Они трамписты. Ну, слушай, вы они трампи, вы их не слушайте. Ну, как раз госпожа Маркарова, конечно, молодец. И опять же, я не один из тех, кто критикует украинскую власть, но здесь это просто уже невозможно. Я понимаю, что меня глушили, я понимаю, что ФБС сейчас с всеми этими документами вышли, нас. Но это диаспора UA. И вот я вам рекомендую их взять. интервью. Диаспора UA, которую ведет такой самородок. Есть Юрий Подвальный, который стоит в воскресенье, организовывает. Томитный Богдан Поровец, который ведет вот это диаспора, где это все этнические украинцы, которые с первого дня требуют land lease, которые ходят. Вот они как раз ходят по коридорам. Это наша команда. Андрей Николаевич Иларионов там каждое воскресенье выступает. Я, когда могу, подключаюсь. Ходят по коридорам Сената и Конгресса и объясняют, что land lease не работает, что land lease никогда не дали. И сенаторы конгресса говорят, как? Как вот мы же подписали, все сказали, сделают. Нет, не сделали, не подписали. Ну, хорошо. Когда нужно будет, они скажут, нет, он заканчивается. Как же он заканчивается, когда land lease был поддан на рассмотрение и проголосован до окончания, до полной победы Украины и разгрома российской армии. Вот как он первоначально звучал. Ну, был такой, или есть такой сенатор Шиф, он такой, Саши, ну, эти глаза, он все выпачивает. Это тот сенатор, который сейчас оштрафован. Потому что, ну, уволить его невозможно. Он избирательное лицо только от тех, кто его проголосовал. Они могут теперь голосовать за кого-то другого. Ну, там, государственные чиновники, если только не могут. Его оштрафовали на очень крупную сумму. Потому что он требовал импичмента президента Трампа. А, зная, что там стил в досье и все остальное, что это фейк. Он знал, что это неправда. И он продолжал проталкивать, как будто это правда. И вот сейчас они подают тоже, чтобы снять импичмент Трампа. Но есть другой человек, помимо госпожи Маркаровой, которая, наверное, лучший друг Украины. Но тоже это будет продолжаться недолго. Да, так вот этот сенатор Шефт, он изменил ленд-лист, закон Ленси. Что он заканчивается в конце финансового года, 23-го года финансового. Многие не знали это, они не понимали. И вот это Богдан Боровец со своей командой ходит, не ходит на работу. Все свои выходные, все свои отпуска. Они по очереди это делают, приезжают в Вашингтон. А про них вы не слышите здесь, в Украине. У вас полковник Пинковский, который сидит в субсидированной квартире, не выходя, никогда не пришел на этот митинг. Потому что он занят. Но он должен консультировать Валеру, он залужил, ставили там марками, с ними командовать фронтами, давать советы, как Крым брать. Гениальный человек такой. Это слушание этих людей, которые рассказывают вам вот эти все басни, а те, которые правда что-то делают, чем-то занимаются, у вас, к сожалению, про них не слышно. И наоборот, их называют как бы врагами. Но они же трамписты. И все, дальше не надо ничего объяснять. Но есть Congresswoman's Parts такая, которая, наверное, лучший адвокат по Украине. Она этническая украинка. Она говорит по-украински, она знает территорию. Но здесь тоже, к сожалению, ее назвали врагом народа. Потому что она требовала ленд-лис и отчет за пакеты, куда деньги ушли. Пакетами, которые уходят. Где этот миллиард? Где тот миллиард? Ну, конечно же, она автоматически встала. На нее здесь сразу произвели налет. И сбили ее. Потому что это не газо. И вот эта Congresswoman, которая друг Украины, так же, как и Андрей Николаевич и Ларионов, оказываются врагами, врагами народа во время войны. А теперь госпожа Маркарова выходит и говорит, ну, мы работаем на то, чтобы ленд-лис продлили. Не она над этим работает. Над этим работают граждане Соединенных Штатов Америки. И это видят. Видят у нас в Конгрессе, когда мы туда ходим, когда мы разговариваем с конгрессменами и сенаторами. Они все больше и больше. У нас говорится о коррупции в Украине. О том и о другом. Мало того, что у нас коррупция, так еще и у вас коррупция, которая перекидывается на нашу коррупцию. И больше и больше людей не довольны этим. Огромное количество сейчас, каждый день как грибы растут, они в Соединенных Штатов Америки. Блогеры, люди, которые критикуют Украину, которые говорят, что Россия права, а Украина не права, что они должны перестать помогать Украине. Два военных, например, таких. Миллионы просмотров. Я не знаю, где эти люди работают. Я вот с вами говорю по айфону. У меня ничего нет. Я один. Я тоже военный. Один из них – это Скотт Рейдер, майор морской пехоты, с которым я служил в одной организации вместе. И против него была колоссальная там репутация. Как вообще он сюда попал? От него избавились. Потом его посадили года на три, немножко за педофилию. И вот этот человек ходит и рассказывает, какие украинцы фашисты, нацисты, и как Россия спасает весь мир. Миллионы просмотров в Соединенных Штатах Америки. На многих каналах. Кто-то его продвигает. Его ролики дорогие. У него работает команда. Также есть полковник Макгрегор, который тоже самое говорит. У них по несколько программ в день выходит. И в то же время, госпожа Спарц, в Конгрессе, прям кричит на директора ФБР. Говорит, вы в одном докладе говорите, что СБУ за... Там много агентов ФСБ, очень много агентов ФСБ, в этом же докладе вы говорите, что СБУ вам дает список ненадежных блогеров, ненадежных там комментаторов, журналистов и так далее, и так далее. Вы это передаете в соцсети американские, и они эти каналы закрывают или глушат. Вы, говорит, проверяете, и выходит так, что они закрыли два канала Госдепа. Как они могли это сделать? И судья приказывает ФБР не вмешиваться и не делать цензуру этих людей. И госпожа Спарц говорит, я проверил это к точности. Наоборот, тех, кого вам дают, они проукраинские, антироссийские. А тех, кого вам не дают, наоборот. То есть вы помогаете России против Украины, получается, наше ФБР. И что вы думаете, Диана? Мой канал за последний год, как только я начал говорить про Land Lease и про все это, мой канал и канал моих единомышленников не двигались никуда целый год. И за последние две недели я стал чрезвычайно популярным. на меня подписалось 9 тысяч человек. У меня некоторые просмотры, 100 тысяч просмотров, лайк. Оказывается, я хороший парень оказался. Вдруг то же самое случилось и с Любарским, и со многими другими. Вдруг мы стали популярны. То есть, почему им запретили? Потому что нельзя глушить они нарушают наше право на свободу слова. Американцы, украинцев, других можно, но американцев нельзя по нашей конституции. То есть, ФБР, мало того, что работало на ФСБ, она еще и нарушала нашу конституцию. Это создает, конечно же, огромную проблему. Это огромная машина, которая работает против в Украине. И она, ну, впечатляет, что она везде. В новостях, вы знаете, я же налетал на вас все время, на журналистов, а теперь я понимаю, что это не только журналисты, целый заговор получается такой, знаете. Еще одна тема вот и заговора, и налета, и кто, кого контролирует. Баден поручил сотрудникам своей администрации начать передачу Международному уголовному суду имеющихся в Вашингтоне данных о преступлениях России в Украине. Об этом сообщает агентство Reuters. Гарри, есть гипотеза, что взаимодействие с МУС может открыть дорогу суду для уголовного преследования американских военных. Этого боятся в Америке, поэтому, собственно говоря, Путин до сих пор не в ГАГе. Согласны с такой тезис? Есть такое понятие, потому что мы ведем часто боевые военные действия на чужой территории, нас тоже частенько обвиняют, израильтян частенько обвиняют в том, что мы тоже нарушаем, и так далее, и так далее. И поэтому у нас есть такой закон, где военные, если мы в чужой стране, эта страна как бы не может отдать наших военных под суд, или арестовывать, или еще что-то такое, они должны сначала доказать нам, государству, что этот человек совершил преступление, и такое бывает. Как и всегда, у нас тоже есть и сумасшедшие бандиты попадаются в вооруженных силах, ну, у нас это как исключение, но бывает, и мы их арестовываем, сажаем в тюрьму, или разжалываем, или выгоняем, разные тоже наказания есть. Это происходит постоянно. Член моей семьи прокурор военный, постоянно, это происходит постоянно, или за границей, или где-то на службе. Но если мы открываем это для других, то и наши, мы тоже попадаем под это. Поэтому, да, это такая, некоторые люди чувствуют себя, что это не очень продуктивно будет или в пользу Соединенных Штатов Америки, любой другой демократической страны. Но дело все в том, что я не думаю, что это нужно. Есть ГАГА, есть Международный Трибунал, и в таком случае, как, допустим, что происходило в Сарьево, что происходило в Серебрянице, что происходило в Югославии, были собраны специальные трибуналы. После Второй мировой войны, Меринбергский трибунал, это тоже был специально созданный трибунал. Поэтому для России сегодняшняя ситуация, когда столько людей погибло и такая огромная трагедия, тоже, наверное, можно создать специальный трибунал. Зачем менять ту систему, которая существует со времен Второй мировой войны и более-менее работает. Давайте поговорим о Трампе. В его заявлениях экс-президент США Дональд Трамп накануне осудил новое правило Евросоюза, которое вынуждает граждан США с будущего года выкладывать по 8 долларов за визы и заявил, что заблокируют его. Об этом сообщает Daily Mail. Такое решение кажется Трампу несправедливым ущемлением интересов американцев, поскольку штаты и так тратят десятки миллионов долларов на украинский конфликт, который экс-президент считает сугубо европейским и с ним должны разбираться в Брюсселе. То есть позиция просматривается, что с тебя они с себя я имею ввиду с Америки, они снимают ответственность за войну в Украине, они считают, что помогать не нужно, о том, что помогать им должна Европа, Европейский Союз и так далее и тому подобное. Это началась предвыборная кампания, кто лидирует? Нет, предвыборная кампания началась уже давно и больше и лидирует в ней Украина. Украина страна, которая участвует в нашей предвыборной кампании больше, чем американцы, больше, чем кто-либо другой. Причем, почему-то Украина все время участвует на другой стороне. Как раз не на той стороне, на которой большинство диаспорт в США, которые помогают Украине на другой стороне. Вот здесь происходит такой диссонанс. не могут понять, что тут происходит. Ну, происходит то, что у вас, конечно, тут соровские гранты, участвуют в городе. Это деньги. Деньги, значит, диктуют все. Я не слышал это еще, потому что я вообще отказываюсь на данный момент комментировать, что сказал Трамп. Трамп не президент. Есть другие кандидаты тоже, которые говорят чрезвычайно опасные, нехорошие вещи про Украину, но это не дискуссируется. И я считаю, что если люди не поняли, кто такой Трамп за 7 лет, в 7 лет атаки он сказал, он сказал, он сказал, опять отвлекающие маневры. Трамп сказал, и вот то, что мы будем дискутировать. Все будут говорить, вот это он сказал. Я еще три человека, которые понимают по-английски, которые понимают повороты речи, которые понимают культуру американскую, будут доказывать, что он этого не говорил. И каждый раз нам будет, я редко пользуюсь этим словом, но в этот раз я использую, но каждый раз нам будет казаться, что вот в этот раз нас уже поймут и поймут, что это обман, что это не так. я вчера сидел с одним человеком, который позавчера, а Крым, Крым, он был большим человеком в Крыме, очень важным человеком, все про Крым он говорил, и потом, ни с того, ни с сего, посмотрев на меня, он сказал, ну там Трамп тоже еще тот. Я говорю, а в чем дело, с ним за столом, где там, что за Трамп, в чем-то ты, он фигню не все, какую, ну разную, ну какую, ну что там говорили, это вы же трампист, с вами не о чем говорить. Я говорю, а вы не помните, случайно, кто освободил 20 украинских моряков? Нет, не помню. Говорит, Трамп, Трамп сказал Путину, что если вы не освободите эти 20 украинских моряков, я не встречусь с Путиным, он их освободил, он встретился с ним на 5 минут, и тут же Гордон вышел, Трамп опустил глаза при встрече с Путиным, я потерял все к нему уважение, вообще ничего не хочу служить, где он опустил глаза, это ваше понятие, вы видели рост Трампа и рост Путина, как он с ним должен был говорить вот так что ли, через его голову, и что это значит, а то, что он освободил 20 украинских, ничего, я говорю, но он хотел отдать Крым, это земли, сказал, что русский монет, как он мог это сказать, где он это, покажите, а я говорю, вы знаете, что в 19-м году этот Трамп издал указ и протащил это как закон через Конгресс, то есть, его отменить никакой президент не может, чтобы Крым никогда не будет признан ничем, кроме, как украинский, ну, зачем он это все будет делать, если все равно, вам же не нравится, когда, что бы вы ни делали, вам плевали в лицо, ни один человек, ни одному человеку это не понравится, зачем вы это делаете, изучите, включитесь, посмотрите, почему это Будапештский меморанд, почему это не Варшавский меморанд, почему это не Истамбульский меморанд, почему Будапештский, вот изучите, сделайте вот домашнюю работу, я же там, у меня нет секретарша, у меня нет адъютантов, это займет три секунды сегодня узнать, почему это Будапештский меморанд. И это вот это без конца, я слышал последние два выступления Трампа, Здесь, конечно, все это перевернули, все исковеркали. В первом, опять же, надо понимать, кому он обращается в предвыборной кампании. В какой момент он это говорит. Это же политика. Я не политик, и то я понимаю. Он обращается вот в этом один день, он обращается к своим избирателям. И он говорит, Байден довел мир до ядерной войны. Сейчас у нас будет, если он останется везде, у нас будет ядерная война. Как я вам объяснил, он хочет, чтобы Украина во время войны, в нарушении пятого пункта, пятого параграфа НАТО, чтобы Украина вступила в НАТО. То есть мы должны будем войти в войну против ядерной державы. То есть первым, кому ударят ядерные, это будет Украина. Украину уничтожат они. И мы будем вовлечены в ядерную войну. Все говорят, да, да, это нехорошо. Надо вас выбирать, а не Байдена. Но там Байден не хочет и не принят Украину в НАТО, и вообще не принят в Венгрии. Много вещей, почему Украину не принят в НАТО. Надо менять законы, надо менять, как голосование проходит в НАТО. Это займет 180 лет. В первую очередь, как голосуют в НАТО. Это всегда огромная проблема, потому что это единогласно должно быть. Не супер большинство, а единогласно. Конечно, когда единогласно, там ничего не бывает. И чем больше стран, тем тяжелее это сделать. Потому что какая-то страна будет голосовать против. Поэтому Трамп это использует и говорит. Это глупость, это чушь, о чем они говорят, принять Украину в НАТО. Возможно. Во-первых, это неправильно. Во-третьих, это нас приведет к ядерной войне. Виноват в этом Байден. Ну, понятно. Это политики. На следующий же день он дает интервью Fox News. То есть, теперь он... А это как раз саммит НАТО начинается. Теперь он обращается не к своим избирателям, в принципе. А он обращается ко всем. И он обращается к НАТО. И ему задают вопрос. Как вы закончите войну за 24 часа? Я закончу. Как? Он же много таких вещей сделал. И ничего не началось. Когда пугали, что если он переведет... Все президенты обещали перевести из Тель-Авива в Иерусалим посольство. Никто этого никогда не сделал. Он сказал, я сделал. Он сделал. Сказали, будет мировая война с арабами. Наоборот, арабы подписали мировую с Израиля. Он сказал, что он заткнет Иран, заткнул. Северный Кориев вернет наши тела. Никто не мог вернуть тела, а он вернет. А он говорит, а я сделаю без одной рисины. Сделал. Он сказал, что он построит стену и будет за это платить Мексика. Все смеялись. Сделал. Он сказал, что поднимет, опустит налоги и поднимет рост экономики на 4%. Обама еще смеялся, что он придурок. Ведь что у него, волшебная палочка есть. Сделал. И так далее, и так далее. Много таких вещей, которые он сделал. Он говорит, я закончу за 24 часа. Она ему опять же говорит, как? Объясните. Он говорит, ну я знаю, как. И она вот добивается от него этого. И в конце концов, он говорит, явно он не все говорит. Здесь перевели, ну абсолютно неправильно это. Даже по-английски неправильно. Не понимает, то ли английского языка, то ли английский. Он говорит такую вещь. Он говорит, я посажу Путина, а я вот Зеленского, я знаю Зеленского, он очень хороший человек. Я посажу ему, я ему скажу, иди на сделку. Что это означает, иди на сделку. Он говорит, ну иди на сделку. Я ему скажу Зеленскому. Слышишь, иди на сделку. Какую сделку, с кем идти? Он не уточняет. Он говорит, потом я скажу Путину, скажу Путин, иди на сделку с ним. Иди на сделку с ним. Если ты с ним не пойдешь на сделку, я им дам столько оружия, то тебе мало не покажется. Здесь это перевели абсолютно. Что он пытается посадить за стол переговоров. Сделка это не переговоры. Это уже сделка, которую тебе дали. Здесь это все преподали, что опять мы воюем с Трампом, а не с местной коррупцией, не с местными идиотами. Мы понимаем, что Путин не отдаст те территории, если он пойдет на сделку. Для него это будет поражение. То есть сделка что? Оставить Путину какие-то территории, какую-то часть Украины за нами, за Украиной, за исконно нашими землями. Но какую-то часть, если это будет сделка, нам придется отдать Россию. А на это граждане Украины не согласны. Поэтому вот такая буря эмоций. А на это граждане Украины не согласны, пока они живы, пока их дети живы. Если вас убьют, вас никто не будет спрашивать, согласны вы или не согласны. Надо на это смотреть реально. Какие у вас на сегодняшний день есть опции? У вас танки есть? У вас дальнобойная артиллерия есть? У вас превосходство в небе есть? Что значит недовольный? Я опять же говорю, надо вырезать рак. Пациент недоволен, ему больно. Его тошнит от химиотерапии. Его родственники недовольны этим. Что значит довольный или недовольный? У вас идет полномасштабная война. Вас полтора года дурили и внутренние враги, и наружные враги. Теперь вы недовольны. У вас может быть не так много опций остается. У вас одна из опций погибнуть на фронте, толкнуть всех солдат, последних, и умереть. Это опция? Я не знаю, для меня нет. Какие еще опции есть? Поэтому то, что Трамп говорит, там есть трюк в этом. Там есть угроза, он угрожает ему. Но он не президент Соединенных Штатов Америки. И будет он президентом или нет, это вилами писано. Сегодня в Америке другой президент, который говорит вам, когда смута идет в Россию с Пригожиным, там непонятно, что происходит, не действуйте. Никаких наступательных операций. Никаких операций на территории России. Надо, чтобы Россия... Никаких провокаций. Надо, чтобы Россия стабилизировалась. Потом начала вас опять убивать. И тогда вы можете опять обороняться вот с этим мизерным количеством, которым мы дали. На чьей стороне администрация Белого дома сегодня на России? Она больше переживает за Россию. В военном деле ты сидишь и выжидаешь, когда у врага что-то пошло не так. В этот момент ты по нему бьешь. То, что сделали с вами Россия. Когда у вас был Майдан, когда у вас была смута, в этот момент они у вас забрали Крым. Они не ждали, пока вы устаканитесь. Пока здесь стабильность начнется. И при этом звонит опять же вице-президент Байден и говорит не сопротивляться против Крыма. Сейчас пойдут трампист, трампист, трампист. Черт с вами. Пусть я буду трампист, пусть я буду баянист, пусть я буду аннист. Кто хотите. Но это не помогает ситуации. Я с детства привык это слышать. Ну, евреи вообще его слушают. Поэтому трампист, вы можете мне сказать, что угодно. Но ситуация такова, что сегодня Украина оказалась чрезвычайно в тяжелом положении. Частично это вина Украины. Огромный партнер в агрессии Путина оказалась администрация Белого дома. Не Америка. Сегодня у вас говорят, ну вот нас Америка киданула. Кто я вас киданул? Яспора Юэль, Любарский, Иларионов. Кто из Америка, в Америке, Павел Дальнобой, сержант Азаркин. Вы никогда не слышали эти имена. Мы это все очень активные, проукраинские, на каналах и так далее. Но вы никогда не слышали этих американцев. Значит, у вас что получается? Что, конечно же, тоже люди верно слышны. Это неправильно, это нечестно. Спасал их Байден. Обещал им все Байден. Молились они на Байдена и на демократическую партию. Не дай бог что-то сказать. Тебя сразу убирали с эфиров. Мы это знаем. Мы испытали это на своей шкуре. Байдену надо ставить памятник. Байдену надо улицу назвать про это. А теперь виноваты кто? Американцы. Благодарю вам за вашу помощь. Для меня вы человек, который помогает Украине и точка. Неважно, трампист, республиканец, байденист и так далее, тому подобное. Я никогда никому не говорил, что я за Трампа. Я никогда не говорил, что я республиканец. Я говорил, что то, что вы говорите про Трампа, это неправда. И если кто-то говорил неправду про Байдена, я тоже говорил. Это фейк. Не говорите, не распространяйте это. Мы не должны опускаться на их уровень. Я говорил только факты. Но люди не хотят. Они хотят слышать, что ЦРУ установило прослушивающиеся жучки в бункере у Путина. Вот он знает. Ему доложили. Ему ЦРУ звонит и говорит, это из ЦРУ полковник Кринковский. Разрешите доложить. Ну, докладывайте. Разрешите установить эти жучки в бункере у Путина. Ну, да, выполняй. Знаете, что есть самолеты с искусственным интеллектом. Что Пригожин и ЦРУ уже убиты одну неделю. Три миллиона просмотров. На следующей неделе Пригожин готовит переворот уже. Миллионы просмотров. На кого это все рассчитано, я не знаю. Кстати, о Пригожине. Напоследок, на банте, да, как говорят у нас в журналистике, в телевизионных программах. За инсайдер со ссылкой на одну из девушек Пригожина и данных профсоюза секс-работниц, пишет следующее. Это очень любят, да, зрители. Пригожин содержал в Петербурге гарем из девственниц, которые заряжали его энергией. Сообщается, что главарь наемников снимал номера и селил туда девушек, чуть старше 18 лет, в гостинице «Соло Сокос». Особое предпочтение уголовник отдавал девственницам, которых назвал шампуньки. Перед встречей с Пригожиным они проходили обследование, называя в регистратуре кодовое слово «женский спор». Также в профсоюзе секс-работниц заявили, что Пригожин, у него много своих странностей. Я просто выбираю то, что можно сказать, потому что пишут очень такие подробности о мыльнорыльных принадлежностях Пригожина, что даже у каких-то девушек под крайней плотью, точнее у Пригожина под крайней плотью, у него вшиты спутники. Это же и подтвердила одна из его девушек. Гарри, вы человек с большим жизненным опытом. Вы видели много в своей жизни, скорее всего, странностей людей с разными предпочтениями, с разной сексуальной ориентацией. Как вы воспринимаете данную информацию? Это обычное, привычное дело, либо это действительно человек со странностями? Я думаю, что есть только один человек со странностями, и это я. У меня очень такие странности есть такие, которые я сам пугать. У вас никогда не сложится карьера журналиста, я должен вам сказать. Понимаете, вы все перепутали. Надо было начинать с этого. И тогда бы сейчас пошли уже и лайки, и просмотры, и комментарии, и люди бы включились в тему. А вы начали говорить, что вы думаете происходит на фронте, на фронте. Кого интересует фронт? Вот надо о чем говорить. У меня позиция, как у журналиста, я очень, я в принципе никогда не роюсь в чужом белье. Для меня неприятно, что по себе. Но я увидела эту информацию, и вот чисто с точки зрения человека, у которого большой опыт, как и в военной службе, так и в жизни. Меня не интересует, что он там творит за дверью своей спальни. Абсолютно. Я все не влажу, мне это не нужно. Лично у меня такого опыта нет. Это я вам говорю честно, искренне, я не смеюсь. У меня такого опыта нет. Но прослужив в вооруженных силах 30 лет, и прослужив в разных странах, и большую часть на этой территории, меня ничего не удивит. Вот абсолютно ничего не удивит. Особенно если это имеет отношение мужчин с женщинами, или женщин с женщинами, или еще лучше мужчин с мужчинами. Вот вы мне можете показать все, что угодно, и я глазами. Я это уже видел, мне уже морские пехотинцы про это рассказали. Они уже про это похвастались мне. Я уже это все слышал. И то, что говорят про Гриожни, я просто переживаю за вашу карьеру. Вот надо было это вставлять в начале, а вы это вставили в конце, и у вас карьера так не пойдет никуда, потому что вы хотите почему-то говорить о каких-то серьезных вещах, о вещах, которые решают судьбу нации, судьбу мира всего. А тут же самое же интересное здесь. Это людям понятно. Когда Илларионов начинает вам рассказывать про амортизацию, про точку битвы, то кому эта хрень интересна вообще. Да, он выстроил эту модель экономическую, которую ввела Россию в семерку, в двадцатку. Он спас российскую экономику. И он начинает рассказать, вот, вот, у Пригожина что-то там вшито, у него гарем детственниц, причем все детственницы развратные. Надо вот это нам развивать, Яна, вот это надо развивать, эту тему, это важно. А то, что, там, я не знаю, то, что пытается сказать правду человек, который что-то знает или что-то умеет, его не интересно слушать, и людям не до этого, людям не до этого. Люди, знаете, и люди завидуют Пригожину. То же самое вы прочтете про Пригожина, только наоборот. Что он гомосексуалист, что он петух, что он то, что он все, тоже интересно. Но для другой категории людей тоже много просмотров, много всего. И эти заглавки. Я спросил на одном из ваших каналов, я сказал, кто придумывает ваши заглавки. Я хочу посмотреть на этого человека. Это ж какую надо иметь. Вот где разврат, вот где настоящие заглавки роликов, которые выставляются в Украине. Вот это обалдеть можно. Это маркетинговый ход, Гарри. А? Маркетинговый ход, назовем это так. Это обдурение людей. Я один раз выставил свой ролик. Когда еще мой канал был совершен. Не раз, может быть, у меня было 20 или 10 подписчиков. И я сделал заглавок, что на борту крейсер Москва обнаружены МОСАД и ЦРУ. Больше 100 тысяч просмотров. Правда, в этом ролике я говорю, вы идиоты. Вы все купились на то, что я написал. Никакого МОСАД не обнаружено. Никакого ЦРУ не обнаружено на борту Москвы. Крейсер Москву потопил один смелый лейтенант или капитан, приняв решение моментальное. И еще один герой Украины, который создал эти ракеты «Нептун». Вот и все. Один придумал это или усовершенствовал советскую ракету. А второй имел смелость и реакцию потопить корабль. Молодой офицер. Вот и все. А рассказывали, а потому что я вам... Если бы это было в заглавке, у меня бы было 4,5 просмотра. Но так как я у него МОСАД и ЦРУ, тут ЗАГО, тут конспирация, тут все. Это интересно. Надо было мне еще туда пригожи... Тогда пригожи на небо. Надо было кого-то туда еще кинуть вместе с извращенными невинницами. Или как их называются. Вот тогда бы, я думаю, я миллион бы просмотров на было. Спасибо вам, Гарри. Первое, что хочу сказать за поддержку Украины. Для нас это очень важно. То, что вы приезжаете, вы на собственные глаза, собственными глазами видите, что происходит как в Киеве, как и в других более или менее мирных городах, так и непосредственно на передовых позициях. Гарри Табах, офицер военностей силы. Я тоже хочу попрощаться с вами и еще раз пожелать вам прекрасного дня рождения, прекрасного, чтобы у вас все получалось, чтобы вы и есть прекрасный журналист, чтобы вы продолжали это и развивали. Это очень тяжелый труд, это очень опасный труд, это очень неблагодарный труд, потому что мы видим, что у вас на экране кажется, что у вас жизнь удалась. Но я знаю, насколько это тяжело. Я понимаю, сколько в вашу сторону идет негатива, где люди это выплескиваются. Это тяжелый, неблагодарный и у настоящего журналиста и опасный труд. Опасный труд, потому что вы разведчики, вы пронюхиваете что-то и выводите людей на чистую воду, которые хотят от вас избавиться. Это ваш вывод. Поэтому я вам желаю удачи в этом и продолжайте работать. И, конечно же, не забывайте отдыхать и праздновать праздник как день рождения. Спасибо вам большое, Гарри, за поздравления. Держу свой информационный фронт. Делаю то, что в моих силах. И то, что главное я хочу делать для своей страны. Друзья, посмотрели канал Политбюро? Подписывайтесь, пишите свои комментарии, ставьте лайки. Для нас это важно, потому что таким образом нас видит большое количество людей. Меня зовут Дина Бернацкая. До встречи.